всем привет меня зовут Влада добро пожаловать на мой канал хочу напомнить о том что в закрепленном комментарии и в описании к видео я добавлю свой номер телефона для связи со мной телеграм-канал и ссылку на инсту вы можете писать мне где угодно буду рада всем каждому вот сегодня хочу снять отливку на тему его мысли перед сном настраиваемся на него на себя вспоминаем его глаза губы лицо думаем не хватит давай открываться наш но как минимум он мечтает он мечтает перед сном постоянно он как маленький ребенок который знаете помните скорее всего в это состояние в детстве когда ложишься спать закрываешь глаза представляешь нам себе замки все вот эти вот вещи и получается так что засыпаете вот с этого вот происходит с ним примерно вот та же самая история сейчас почему это происходит потому что реальный мир слишком тяжелый слишком тяжелый реальный мир он с ним столкнулся ему стало вдруг резко страшно от него хочется убежать ничего себе оказывается как сложно жить он тут глаза открылся недавно просто и тут оказалось как бы люди не все хорошие как было раньше и и и вообще грустно-одиноко оказывается как-то и вот человеку просто хочется понимание какой-то поддержки хочется просто прижаться к кому-то вот такой вот и вот он лежит и визуализирует это все и и отчего становится очень грустно что все шансы просраны и вот он в таких вот полу ностальгических полу как назвать то вот эти вот чувства эмоции правильно грустных расстроенных настроениях вот в таких находится потому что очень сильно жалко себя он очень очень сильно себя жалеет у него просто нет сил бороться нет сил бороться не за кого-то не за что-то он считает что он весь такой очень сильно одинокий молодой человек ему никто не может помочь ни в чем вот он один со своими проблемами но он никого даже в свою жизнь не пускает как я вижу не пускает свою жизнь только ходит и стонет что ему плохо что ему больно что ему одинокое чтобы никто не понимает открыть свои глазоньки и запустить кого-то в свою жизнь он не может потому что это же открываться надо доверия нет никакого что он еще думаю думаю это девушки опять это длинноволосая дама которую он все время представляет спиной она у него в сердце постоянно находится и что еще неприятнее всего что он вспоминает какой-то разговор очень неприятный вы прямо его высадили прям вот высадили конкретно сказав что ну ты мудила ты мудила ничего не достойно и этот разговор прям отпечатался в его голове в его сердце он очень часто крутит крутит вот именно вот эти слова и ему очень больно но он понимает что-то правда но признаться он себе не может и поэтому вы вы но видим это вы вы для него как враг теперь потому что слишком жесткого донесли до него эту правду но и другого выхода не было не было другого выхода только так и вы как раз таки этот человек который должен был сказать это именно вот в таком ключе в каком сказали ему об этом вы и вот сейчас он там лежит перед сном и понимает что к вам то хочется а с чем он придет у него в жизни ничего не меняется какой бы такой он и остался он смотрит на вас он смотрит какие и вы достигли результаты каких вы уже достигли и думает ну и куда и зачем для чего я туда пойду то для чего чтобы что что-то надо на поражали такая себе перспективка а чтобы что-то сделать стать пойти как бы ну нет нет энергии нет ресурсов не хватает денег не хватает то 8 вот это то 49 а ответить себе на вопрос что делать-то он не может вот кроме как лежать скулить он больше ничего не может сделать он не видит выходов видит не чеку и и вот у него всякие проблемы проблемы финансовой сфере проблемы вообще в работе проблемы с людьми со взаимоотношениями с людьми он одинок даже если он там где-то с кем-то общается выходит в люди то ему одиноко ему плохо он находится один своих проблемах он рассуждают только об этом и и и он сильно недоволен собой он прям не знает в общем как выбраться он не знает как помочь себе и как бы есть понимание того что есть люди вокруг него которые готовы ему помочь но он не готов не готов запускать их к себе подпускать их себе просить помощи он тоже не готов он очень сильно скучает по девушке какой-то хочет вот ее обнять вот так себе приезжать чтобы она была рядышком тепленькая любименькая и скрашивала его одиночество ему очень не хватает рядом человека у него в голове сейчас происходит еще такой момент что вот это вот сейчас ситуация которая происходит с ним вот это одиночество боль там безысходность которая с ним происходит это запускает трансформацию в его может мозгу ему пытались более мягко это объяснить но он не понял он не понял во первых кто он такой он не понял как ему стать тем кем он должен быть он ничего не понимает я не скажу что он глупый нет он далеко не глупый он очень умные с ним есть о чем поговорить и он такой вообще он человек душа компании просто сейчас вот это вот состояние его она трансформационная просто на самом деле это период пострадать вот сейчас вот он станет когда страдать его перещелкнет и он начнет и пойдет делать он начнет проявляться к вам он начнет общаться он начнет просто горы сворачиваете в небоскребы строить там все вот эти вот вещи он начнет прямо очень сильно заниматься самореализации он прям поймет эту важность эту ценность и нужность он как бы понимает но сознание него вот сейчас произойдет осознание а потом он поймет оказывается как это все было легко и просто